и снова здравствуйте третья часть заключительная моей коллекции лаков следующие три оттенка от марки кику если честно тоже мне немножко порадовали так как я если честно не ожидала от данной марки такого супер эффекта но лаки действительно хорошие значит и недорогие вот такой вот красный лак вот так на ромашке так и в тюбике замечательно выглядит такой яркий лак значит это номер если я найду номер номер 111 хорошая кисточка хорошо наносится принципе достаточно стойкий за свои деньги вполне оправдывает хорошие лаки следующий лак вот такой вот достаточно фиолетовый вот он это номер 150 и следующий номер это более такое видите с перламутром номер 137 хорошие лаки опять-таки повторюсь не дорогие вот на нем даже осталась цена 85 рублей хорошая кисточка хорошая цветовая палитра вот но решила взять красный что-то у меня была такая любовь к красному мне казалось что у меня мало красных оттенков вот очень красиво смотрится так следующие три лака тоже моя находка я конечно хотел начать видео именно с них вот такой вот марки ларте значит первый такой более розовый но он перламутровый очень красивый лак значит номер 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 сейчас посмотрим нет номер номер 7 номер 7 очень красивый лак очень стойкий достаточно большой объем хорошая кисточка очень и поразили я прям довольна была когда нашла данную марку значит вот так вот выглядит розовый оттеночек вот так вот выглядит 2 который я вам уже так показала вскользь это номер 9 и следующий оттенок более такой коричневый но он такой нежный и при этом при разных положениях свет падает он такой даже точно хамелеонистый небольшой у него оттенок можете сейчас увидеть такой вот отлив есть красивый значит это номер 19 хороший лаки опять-таки повторюсь большой объем 15 миллилитров вот надо конечно сбалтывать перед применением осталось каждого у меня наверное по половинке очень мы любим с мамой и данные лаки потому что они настолько стойкие и видите вот этот оттенок очень так красиво переливается под разными углами света так следующий лак который я показывал своих фаворитов 2019 года это лак от орли его осталось у меня наверное меньше половины значит название у него pink chocolate номер 4416 классный лак я его очень любил использовать как на педикюр потому что очень лак стойкий ну и конечно же использовала на ногтях вот у него достаточно такой теплый приятный цвет принципе подходит абсолютно ко всему достаточно строгий цвет не как мне кажется вот и мне он очень нравится когда закончится обязательно буду заказывать именно вот этот оттенок pink chocolate следующий тоже от марки орли такой голубой оттенок брала его конечно на лето на лето что-то такое яркое но если честно редко я использовал данную данный оттенок значит номер у него 40 661 blue coral вот красивый такой лак он практически у меня полный вот тоже думала использовать его как и для педикюра вот но использовала редко потому что достаточно такой лак очень очень приятно голубой оттенок у него конечно но не на каждый день так следующие три цвета вот такой фиолетовый оранжевый и золотистый это уже от марки опи ай вот такой вот фиолетовый значит номер у него номер у него трудно как-то сказать по номерам как они тут по моему только по названиям значит н л аж 44 вот так вот он выглядит на ромашечке очень красивый оттенок достаточно яркий очень нарядный он абсолютно матовый не без всякого блесток очень красивый оттенок следующий оранжевый также брала в основном для педикюра на лето вот значит номер у него нл б 39 анатомик оранж такой достаточно яркий сейчас как-то очень плохо передает свет самом деле он такой явно оранжевый оранж следующий такой перламутровый тоже красивый достаточно хорошо красиво смотрится на ногтях ds о 31 классик классик вот такой вот крышечкой которая вся вот он такой красавец тоже очень его любила использовать достаточно стойкие вот эти вот лаки от орли опиа и очень они мне нравятся до цена у них правда такая достаточно кусачие но они в принципе себя оправдывают достаточно профессиональная марка вот ну и последний последний один лак остался вот начала новую ромашку ромашку мне как видите прозрачный чем-то похож да на лак от опиа и но это такая миниатюрка от лака от эвелин номер четыреста восемь хороший такой вилочек очень они немножко похожи можно сразу обратить внимание похожи немножко вот только у этого немножко такой оттенок более стальной даже больше похож на лак сейчас я вам покажу от али мы не ну что то есть что то есть но опять-таки да и все сравнивала и смотрела очень есть похожие лаки вот но все равно они конечно различаются вот такой лак от эвелин из серии голографик номер 408 такая вот маленькая миниатюрка очень принципе удобно брать с собой куда-то в поездке достаточно стойкий лак очень такой приятный в общем то это вся моя коллекция лаков храню я их сейчас вот в такой железной коробочке все они у меня сейчас там помещаются конечно буду брать и покупать еще какие-то лайки потому что хоть и коллекция достаточно большая я считаю что большая потому что все таки иногда смотришь на весь этот кошмар вот и иногда все равно думаешь чем же чем же чем же чем же намазать ногти все время возникают небольшие вопросы вот и конечно есть свои любимчики есть которые использую основным летом потому что они яркие да вот как например вот такой лак то есть использую редко и по случаю также можно его наносить очень хорошо на ногти на ногах и думаю так прикольно будет смотреться именно с джинсами с чем-то таким прикольным вот разочаровали немножко вот такие лаки но в принципе я от них не ожидала ничего такого супер супер пупер вот единственное очень хорошая кисточка такая достаточно широкая вот в принципе ну и поразили конечно лаки вот от такой марки обратите на нее внимание это итальянская марка и лаки от нуба очень красивые очень стойкие знаю что многие их любят и лаки действительно достойные обратите свое внимание на них ну и конечно разочарование это лаки от лимони ожидала конечно большего потому что все таки понимаю что лаки даже бюджетные это аурелия и например лаки напитки аурелия да достойные лаки например как вот такие вот лаки да они возможно передаются в переходах в различных маленьких магазинах но лаки и бюджетные и очень очень стойкие вот поэтому может быть и не стоит иногда переплачивать огромные деньги за лайки там рублей 300 500 и 800 отдавать за один лак когда можно вот приобрести лак за сто семьдесят рублей и в принципе он оправдает ваши надежды так что обратите даже внимание вот на такую марку в общем на этом все спасибо за то что были все эти долгих три видео так как лаков много хотелось показать вам все лаки свои не только показать но и рассказать о них чем меня действительно они поразили вот такие вот лаки куплены в специальном магазине для парикмахеров ну лаки действительно хорошие стойкие то есть очень и очень есть такие варианты когда думаю что марка инглот достаточно известная профессиональная но иногда разочаровывают то что не настолько они оправдывают наши ожидания всем спасибо за внимание всем удачи и встретимся с вами в новых видео до новых встреч пока пока